Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 24 сентября. Преподобно-мученик Галактион Вологодский. Опасаясь гнева царя Иоанна Грозного, родственники опального князя Ивана Ивановича Бельского, тайно увезли его семилетнего сына Гавриила в город Старицу. В зрелые годы молодой князь, видя немилость царя к его роду, удалился в Вологду и поселился у чеботаря, у которого научился сапожному ремеслу. Супружество его было недолгим, вскоре жена умерла, и князь Гавриил воспитывал маленькую дочь. При вратности земной жизни укрепили в князе Гаврииле намерение посвятить себя Богу. И спросив место на реке Садиме, он, окопав его рвом, поставил келью около храма во имя Пресвятой Троицы, и, приняв иноческий посвиг с именем Галактион, стал подвязаться в постничестве и молитве. Подвижник не оставлял своего ремесла, а деньги, полученные за работу, делил на три части. Одну посвящал Богу, другую отдавал нищим, а на третью кормился сам. Возрастая в духовной жизни, преподобный Галактион затворился в келье, приковав себя к стене цепью. Богобоязненные христиане подавали ему пищу через окошко. Отдыхал подвижник мало, стоя на коленях и держась за цепь, питался только сухим хлебом и водой. В теле преподобного Галактиона не было ничего, кроме ветхой рогожи, которой он покрывался. Скоро к затворнику стали приходить за духовными советами, и он рано принимал и богатых, и бедных. Слово его было исполнено силой духа, утешало скорбящих и вразумляло гордых. В молитве преподобный Галактион достиг особой духовной благодати. Однажды, когда в Вологодской земле долгое время было без дождя, епископ Антоний с крестным ходом пришел ко храму Святой Троицы и послал просить затворника помолиться вместе со всеми об избавлении от общего бедствия. Преподобный Галактион послушно оставил келью и молился в храме. И Господь послал обильный дождь иссохшей земле. Подвижнику было открыто Богом о предстоявших в Вологде бедствиях. Он вышел из келья и, закованный из цепи, пришел в земскую избу и объявил. Грехи призвали на нас, ляхов и литву. Пусть начнут посты молитвы и поспешат построить храм в честь знамения Божией Матери. И небесная царица, как прежде Новгород, память иконы Божией Матери Знамени, новгородская, 27 ноября, избавить Вологду от гнева Божия. Один из присутствующих, Нечай Проскуров сказал, не о нас, а о себе хлопочет он, хочет только храм иметь вблизи себя. А что будет с храмом, когда ты умрешь, старец? Преподобный Галактион строго ответил, гнев близок к Вологде. Что до меня, то на моем месте прославится Бог, построена будет обитель. И сказал, что троицкий храм, построенный Нечаем, будет сожжен, и дом Нечая запустеет. Проходя мимо храма в честь преподобного Дмитрия Прилудского, он сказал, чудотворец Дмитрий молил спасителя за город, но его оскорбили. Вокруг храма его настроили лавок и завели торговый шум. И этот храм разорен будет. Пророчество праведника вскоре исполнилось. В сентябре 1612 года поляки и литовцы ворвались в Вологду, перебили много жителей, осквернили и ограбили храмы Божии, а затем подожгли город и посады. Как предсказал преподобный Галактион, дом и храм, построенный Нечаем, были сожжены, как и городской храм во имя преподобного Дмитрия. Преподобный Галактион был убит завоевателями 24 сентября 1612 года. Благочестивые христиане погребли тело преподобного мученика в его келье. Над местом погребения стали совершать чудесные исцеления. При епископе в Орлааме 1627-1645 года над мощами преподобного мученика Галактиона был построен храм в честь знамени Божьей Матери и основана обитель. По благословению архиепископа Маркела 1645-1663 года в обители был построен соборный храм во имя Святого Духа и монастырь стал именоваться по этому храму. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.